И переводится это, поскольку иногда терпение является украшением мужчины, как и скромность украшением женщины. Да, иногда, время от времени. Терпение есть украшение мужчины. Подобно тому, как латча есть кукшина. Как такое называется? У нас и шама есть кукшина, и латча есть кукшина. Как это называется с точки зрения синтаксиса? Такая конструкция. Потому что, если бы мы расписали эту слогу, то в кукшинах и кукшинах и латча, латча юшитах кукшинах. Вот у нас один раз только кукшинах, который относится и к одной каузе, и к другой. Я не знаю, как это называется. Это вот с точки зрения синтаксиса. Апукойну. Апукойну. Да, апукойну. Есть слово апукойну. Так. Что это за форма? Умксах и ёшитах. Умксах. Еще раз, для прояснения. Что это за форма? В смысле, граматически? Да, да, граматически. Граматически это плюралис, акузотих, мужской рот. Умкс. О-о-о, нет. Нет. Какой? Нет, нет, нет. Ой, нет, нет, нет. Какой плюралис? Нет, конечно. А, нет, плюралис. Нет, нет. А как будет сингуляр? Единственное число? Это мне надо смотреть с популярностью. Нет, умаан. Умаан, пункс, да? Умаан, да, да, пункс, да, это основа. Умаан будет номинатив единственного числа, а пунксах не пунксах. А казачьи? Ну, кстати, слово пунксам, да? Пунксам. А это единственное число. Мужчины, да? Кшама, терпение, есть гушанам, есть украшение. Кого? Мужчины. Пунксам. Да? Сложное число было бы пунксам, да? Всем ясно. Причем у меня есть женщина в плюралисе, потому что ёшит на те окончание. Да, да, но это плюралис это был, да? В каком падеже плюралис это было бы? Ёшит, да. В окузательстве тоже? Да, ну как, да, да. Ну, лимон номинативный оккузатив. Значит, не получается плюралис? Попробуйте с оккузативом, да? Пункт, значит, брушанам, ёшитах, если вы, да, ёшитах. Как вы будете с оккузативом конструировать? Нет? Ну как, женщин, кого? Кого женщин? Я вижу женщин, да? Брушанам, кого? Брушанам, кого женщин, это требует, так же, как и в русском языке, не найти силу, да? Но только что, да, я вижу женщин и украшение кого женщин, да? В русском языке это впадает чисто формально, похоже, да? Но, тем не менее, падеж никуда не девается, разные падежи, да? В русском языке украшение кого женщин, украшение мальчики, украшение женщин, украшение… То есть вы имеете в виду, что здесь симгулярис и облатив генетив, да? Не облатив генетив, а однозначно генетив, да? Генетив. Понятно, что не может быть облатив генетив, да? Эта форма, она одинаковая в облативе и в генетиве, но в конкретном, так сказать, месте конкретного форма она может быть либо облатива, либо генетива, но облатива нечего, да? Под женщином, да? Да. Понятно, да? Да. А как было бы перенетив носного числа? Юши там, да? Юши там. Юши там одной женщины, ну, не конкретно какой-то женщины, а вот женщины вообще, да? Человек это звучит гордо, женщина это звучит прекрасно, ну и как-то так вот, да? В этом смысле, да? Да, значит, иногда к шаману, да, терпение является бхушаном, является украшением мужчины, кого? Единственный конкретный генетив, да? Умс-пуман, да? И опять же, иногда, тоже смотря как опокойную, а иногда, или нет, в данном случае, подобно тому как, Ива, подобно тому как, ладжа, стыдливость, да, или скромность, является, опять же, ушаном, является украшением юши там, женщины, да? Тем понятно, да, почему мы так перевели, вот, почему мы так не добрали, да, что это не от негативного числа, а от генетика негативного числа. Угу. Так. Понятно. Угу. И теперь прыгаем вниз. И вторая часть, тут у нас все сложнее, потому что здесь ни аффинитных и инфинитных форм, ни, собственно говоря… Да. Да. Да, немножко сложнее. А вот уже минное. Как видите, блоки, вроде бы, это так просто, с одной стороны, с другой стороны, их распутать бывает не очень сложно. Да. Ну, единственное, что здесь проще понимается, если можно подставить, допустим, связку. То есть, вот, допустим, сила является, имеет место при оскорблении, и бесстыдство имеет место при сексуальных удовольствиях. Вартате, если сюда поставить, то, в принципе, оно как бы складывается. Ну, вартате – это всегда, да, вартате, бхавате или асти. Нет, нет. Это всегда есть. Это мы всегда можем сколько угодно подставлять, да, если нет инфинитного глагола, мы можем, так сказать, подставлять вартате, асти. Да. Мы должны… Это шлока, она, как и очень многие шлоки, она такая вот пропитарная, как называется, что называется, эллиптическая, да, здесь эллипсис. Ну, почему эллипсис? Ну, потому что шлока, вот, в нее надо уместить, так сказать, максимум информации, ну, ее, чтобы не разорвало, да, вот, этой информацией. То есть, что-то мы опускаем, то, что по смыслу, в общем-то, опытным, да, сразу понятно, ну, или, может, не всем сразу, но должно быть понятно, да. Значит… Ну, если дело в том, что здесь нет даже предикатива, поэтому здесь вот, как бы, вот эта форма все-таки просится, что… Да, значит, 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 мы все это должны учитывать из первой половины шлоки, да, да, не просто откуда-то, а значит, просто держится вначале, да. Что такое паракма? Паракма – это сила, отвага. Да, сила. Подлежащая. Да. Так же, как и ваятям. 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 Ваятям – это немножко другое, да, ваятям. Тоже подлежащая. Где-то, да, ваятям. Давайте посмотрим, что у нас. Ваятям. Ваятям – это boldness and modest, shamelessness, да, вот. Да, это бесстыдство, да? Да. Да. Бесстыдство, да. Опять же, у нас, мы должны сказать, ангета, а иногда, пунксов, бгушанам, паракрамам, валибхове. Да, мы просто, мы просто это добавляем из предыдущей страфы. И что тогда получается? А иногда сила при оскорблении и бесстыдство при сексуальном недовольстве. А та же. Да. Ну, что это значит? Что это значит? Это теперь вместе давайте соединим. Поскольку иногда терпение является украшением мужчины… Я прошу прощения, поскольку вообще… Поскольку было сказано, к высказыванию шлоки вообще не относятся. Я так, да? Да, да, да. Иногда к украшению. А что бывает свое… Вот то, что я иногда… Я тогда показал, значит, свою, эту самую, boldness, да? Да. Да, да, да. Я… Иногда терпением является украшением мужчины. Я иду на немецzelf вольтров? Продолжение следует...